В конце февраля, начале марта расчистка крыш от снега становится самым актуальным видом работ для коммунальных служб города. Особенно сейчас, когда минусовая температура сменяется плюсом. В Самаре насчитывается 6892 скатные кровли, и на сегодняшний день практически 95% из них готовы к весне. Так, например, в Кировском районе их 845. Управляющие компании выходят на эти объекты, но полностью убрать их за раз удается не всегда. К примеру, если крыши многоэтажек можно легко убрать вручную полностью, то хрупкую шиферную кровлю в рабочей расчищают только по периметру при помощи спецтехники. Но температурные качели вызывают таяние оставшегося на кровле снега и повторное образование наледи. Зачастую качественные уборки мешают автомобилисты, поэтому самарцам напоминают, в период оттепеля нежелательно парковаться вдоль домов со скатными крышами, так как снег может упасть на припаркованный транспорт. Менталитет граждан таков, где свободно, там и ставлю, но не понимая, что может быть в качестве последствий, не оглядываясь на наличие деревьев или дома в зимний период. В любой момент, даже в летний период, что-то может быть скултое, кирпич упадет и так далее. Поэтому каждый житель, каждый водитель должен сам предварительно осматривать место своей парковки автомобиля. Также коммунальные службы обращают внимание жителей на балконы в многоквартирных домах. Если за очистку крыш, отвечает управляющая компания, то снег, свисающий с карнизов и кровель лоджии балконов, жильцы должны сбивать самостоятельно. На кровле балкон по мере накопления они должны это все постукивать, чтобы оттуда, естественно, они туда залезть-то не могут, поэтому они должны периодически постукивать, чтобы все это падало. В свою очередь, администрации районов совместно с управляющими микрорайонов проводят мониторинг состояния вверенных им территорий. Если УКА убирает снег с кровли или прилегающие территории недобросовестно, или совсем не выполняет свои обязанности, районные административные комиссии составляют акты. За январь-февраль 26 материалов составлены в отношении управляющей компании «Новая Самара», «Уютный квартал», «Чайка». Материалы направлены в государственные жилищные инспекции для принятия мер административного характера. Сегодня днем в городе работало 54 бригады уборщиков, 155 человек. Для более качественной уборки и соображений собственной безопасности рекомендуется оставлять транспорт в специально оборудованных местах. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.